всем привет друзья с вами малдер мы продолжаем играть ведьмака 3 так нас есть заказ налетающих кого и коров ковры и нам нужен бригадир а бригадиры звать пафнуть и ну что давайте чем нам скажет он в камне стечки мужики что вы несете какая еще кара просто так вот неудачно вышло давайте за работу а то если мы голову во время не закончим нам заказчик яйца открутит так вы и значит и скажете вдове эмильена корова мол его раздавила несчастный случай это милы мои серьезные дела тут мага какого надо позвать или другого мастера что у вас тут случилось гляньте это же тот ведьмак что в город приехал может он и нам какие экзорцизмы почитает спросить надо сколько возьмет я видел объявление там было про какую-то корову или кару так самая настоящая боги должно быть совсем озверели потому как в зерикании сперва шел дождь из саранчи а потом уже из лягушек а у нас сразу по людям коровами херачит ладно тебе ладно нечего панику сеять пойдите сюда мастер ведьмак я вам все спокойно объясню что и говорить дело дрянь надо же корову раздавила жалко эмильен добрый был работник я им сразу сказал наверняка всему есть простое объяснение они мне толдычат мол божья кара давай доплачивай за сложные условия но сами понимаете ох разорят меня паскуды значит мне надо понять почему с неба упала корова так ну и это тоже корове стерву убирать не стали так на втором карьере какое-то говно завелось страх туда заглядывать ничего странного что за корова была откуда не ясно ну обычная пестрая ничего особого во втором карьере лежит воняет а эмильен прямо под ней так что вы заказ то брать будете или как чем вы тут занимаетесь делаем статую пророка лебеды значится не все сразу а так по кусочкам тут объявился богобоязненный заказчик и считай через 50 лет заново запустил строительство подрядил все каменолом не в округе и все бы шло по плану если бы не это происшествие я вас прошу мастер займетесь этим мне нужно разузнать побольше об этом деле кто-нибудь видел что произошло нет но шум слышали остров как раз пошел к эмильену глянуть как у него дела а тут вдруг что-то здоровое в землю как пизданет а через минуту еще что-то об этот кран приложилась но об кран то явно не корова билась должно быть нет мы по всякому хотели с утра посмотреть что там как только нас это паскуда прогнала но вот с тех пор работа и стоит так что ни конетельтесь а скажите беретесь за работу прежде чем я решу поговорим о вознаграждении ну давайте поторгуемся сколько 300 а 350 залупим нормальная цена по моему скинули немножко чтоб не это дело хоть как-то окупилась так тридцать пюссет не хочешь 340 блять да что ж ты болеть чтоб не это дело хоть как-то купилась 330 каждого вали на 330 да что ж такое ножка чтоб не это дело хоть как-то окупилась ты шуга коврить не за десятки блять давай 320 ну куда уж ниже цены будь по вашему только это крайняя цена без всяких там чаевых ясно я проверю может здесь поврежденный портал не думаю награди вас святой лебеда детишками буду ждать вашего возвращения такой забавный актера озвучки не знаю кто это так детишка лишь наградить пёс это вас пёс да это у нас пёс да куда же нам наветить там вода что ли вводится ладно погнали надо чего-то как-то куда-то здесь у нас чего здесь для не тут ни хера блять но портал это как-то блять уж больно неправдоподобно мне кажется тварь блять обычная летающая блять хотя с другой стороны слишком банально было бы правильно так вот там мухи хотел сказать вороны ну ксоевались отсюда блять я что-то все смотрел как бы это значит тот имя илья на котором говорили работники бедолага ну ладно чего бы начать раздавлен большим весом основание черепа сломано свежие следы зубов трупоеды но они его подрали уже после смерти на трупе больше смотреть нечего часть ткани раздавлена она явно упала с большой высоты распоротые брюхо крови не так много значит это произошло после смерти сердце уже не нагнетала кровь следы зубов но небольших трупоеды ясное дело тут же сбежались на добычу глубокие раны от когтей расстояние между когтями как у драконида может виверна но смерть вызвали не эти раны все ясно корова убилась после падения с высоты и когда ее упустил какой-то драконит наверное молодой нес корову в гнездо она оказалась слишком тяжелой эмильен по несчастью как раз стоял внизу теперь еще этот кран кран то блять если упустил драконит корову и зачем ебнулся просто от кран и улетел дальше надо гнездо искать как смотреть крантами там задали что тоже даже наверх не поднять а тут наверх я поднимешься или поднимешься кран а здесь можно залезть ну что это блять кровь кровь да он на крайне кровь кровь должно быть драконит крепко тут приложился наверно он упустил корову его мотнула в воздухе вот она поранился и к лучшему тем легче будет его выследить где-то там может следы крови драконита едва заметные я на верном пути мошку они двинул уж блять драконит то валяется там уже ты куда тут цветочки по дороге не забываем собирать пригодятся ну чё то я его не слышу он далековато наверно здесь у него хлынула кровь выходит рано было серьезнее чем я предполагал прям хлынула вали так вы вон еще да он сдох уж наверно блять столько крови потерять там что-то какая-то будка блять так это что вон на крыше там даже крыка нет слышу слышу его гнилец прагой скорее всего драконит на полноместную винокурню это еще один что-то бывает гнилец блять так картофель и брагу на картошке хуэрид блять опа чё то есть записки самогонщика и тогда я сказал министру трэмбле что по моему мнению долина сан саратура с ее винами уж слишком разрекламирована а с тест с тех пор как она поступила в массовое производство пора переименовывать в тиде типе потому что лучше лучше его годы уже безвозвратно прошли безвозвратно прошли он мне на это говорит что я прав и что сам он всегда более ценил код д блю сюр он также не хоть нехотя признался что по правде ценит это вино даже выше сангриэля который достопчим досточтимая княгиня иногда доставляет к столу самому близкому своему кругу и я как последний идиот поддержал этот разговор и признался что каждый раз когда мне доводится пригубить сангриэль сангриэль приходится выжрать рюмочку ржаной водочки чтобы избавиться от пакостного привкуса во рту ну пьяный я был что ж поделать и получается что я переоценил свое положение при дворе потому что хватило одного слова трэмбле на ушко княгини и я мигом очутился на улице а на место княжеского хранителя вернулся бенуа над которым некогда смеялся весь двор после известного скандала с баронскими дочками никой и килиной что же не было делать пришлось приключиться на изготовление и употребление самогона потому что именно он всегда был моей страстью так но у него тут не только самогонку блять тут сундук на доспехи офицера груша груша картошка блять он приземлился на крышу винокурни пошумел немного и потом полетел дальше полетел дальше в какую сторону сторону он полетел так обыскать зуб следы лап похоже он слишком устал чтобы лететь дальше но мы же упал просто из этой крыши сейчас мы знаете что сделаем сейчас выследим этого эту птичку и в город сходим посмотрим что нужно для доспеха ему было он еле ногами шевелел для того чтобы сделать доспехи эти самые как их мантикоровский а тут приземлился второй драконит побольше подождал пока маленькому станет лучше и они полетели вместе и будет легко выследить у того что поменьше по-прежнему шла кровь не вон там какие-то две скалы интересные значит они летели вдвоем наверно возвращались в гнездо я чё-то слышу блять какие-то еще корова лежит тут гораздо дольше что тут следы огня это не верно должно быть ослезги только они дышат огнем они тут хорошо наверное устроились ослезги это что за хрень а хрень блять ослезг матриарх блять даже смотреть боюсь где ослезг где блять дракониды ослезг картинка-то есть блять о гуляха муха какие-то крестьяне предложили мне королевскую награду за ослезга здоровенный кошель битком набитый золотом но я отказался зачем тебе золото если ты покойник а ослезг это вам не какой-то сраный вилохвост затор рубайла из кринфрида ослезгов часто путают с виверными вилохвостами но не заблуждайтесь ослезги злобные страшно опасные твари путать их с виверными смертельно опасно и хотя виверна тоже может в один миг разорвать неопытного человека на клочки только ослезг перед этим обжарить вот до хрустящей корочки струи огненного дыхания а возле ск матриарх если вам придется столкнуться с чудовищем который напыльется огнем бьет хвостом усыпатым ядовитыми шипами кусает острыми зубами царапает еще более острыми когтями избивает жертву на землю звуковым ударом то перед вами ослезг при таком арсенале ничего удивительного что люди часто путают этих драконидов с драконами но специалисты и ведьмаки в их числе знают что ослезги совершенно отдельный вид мельче и безопаснее драконов за исключением периода спаривания или что еще хуже сразу после откладывания яиц при встрече с подобными экземплярами мой вам совет уходите как можно дальше и как можно быстрее не желательно бегом со всех ног не оглядываясь так чё он боится к вен арт масло против драконидова блять сколько время-то блять время 19.50 уже юбан и рот а я пошел на охоту на возле сков здесь след обрывается но бьюсь об заклад что там наверху у них гнезда как это откуда ты узнал быть на болин не хочу туда идти надо сохраниться что хоть не хочу идти перед ночью хотя с другой стороны похуй наверное успеем до темноты как искал интересная правда так возле скотная маленькие но отметка вход если что будет там знак вопроса если тут вроде ни одного не было бы и птичка значит тебе мамочка помогла были тут двоих на здорово влезь пенсионок космос бросится на помощь так один есть сынуля разговоров то было блять ну ладно пора забрать трофей остальные еще не улыбались надо здесь осмотреться ведьмачик гроссмейстер а школа грифон и школа грифон и дожди шли блять за одним доспехом пришли к другому красным большим это ген трофей далее мячик дали какой-то долет у нас попадалось только мелкоуровневая плотница плотва как бронированная блять уже так а где у нас гнездо-то огурец и малина гнездо где-то блять так надо переключить гнездо где-то тут а ухс и яйца есть и делал конец так чё там чешуя малый так яйцо чудовище плотница ты подожди пока на может быть что-то еще есть упана нашел блять рапорт капитана фирабраса вызванный мною ведьмак прибыл в уссар 12 сентября он произвел хорошее впечатление я ожидал встретить хладнокровно убийцу разговаривал с кем-то кого мог бы принять за обычного человека если бы не его обширные знания в повадках чудовищ два меча за спиной медальон с головой грифона на груди джиро так вызвали задавал много вопросов по поводу бестии которые мы видели у замка мон кран на основании моих ответов он идентифицировал это существо как лешего во время нашего следующего разговора ведьмака выразил удивление тем что ему предложили высокую плату вперед еще до того как он прибыл в туссент мне понравился этот человек я хотел бы с ним быть честным вопреки данному ранее обещанию я признался что все вознаграждение обещано сударем моро чародеем который этим даром решил отблагодарить нашу общину за теплый прием когда джером услышал имя чародея то сперва побледнела затем впал в ярость он крикнул цитирую сейчас я поговорю с этим старым ублюдком после чего помчался на конюшню оседлал своего гнидого жеребца не ускакал оставив часть своих вещей его видели на дороге в мон кран а потом он пропал бесследно мастер моро утверждает что ведьмак до него так и не доехал так интересно что случилось на мон кране мон кран ну давайте поочередно делать рецепт член краска штаны блин что там за вопросик на мир место силы это наверно в пещере были где-то вход тут есть или где болит нет ни тут а где только грибочки вижу в руины форта уссар чуть ножки не сломал для игры классная гора на 2 года пизданул кто-то не ты что блять смеешься что так я сохранюсь пожалуйста сейчас в натуре брою и вы где блять вход то здесь кустах что да плеть хоть и съезжать их табли точно магия это место силы огними ладно мощь знака и гни увеличена ух какой видок а прекраснейший я бы сказал так ну я предлагаю поспать поспать аж до пяти утра утром будет видок еще лучше мне кажется да тоже хорош вон город далеко-далеко виднеется выбран на него смотрю это мы какой город видим лить вот этот так наверное кого еще таблиц хотя херозным и туда смотрю каменоломня короче маму что ты не знаю в ческать если вот блять вот прямо так что да не наверное другой другого-то нету так есть тут еще задание но надо на каменоломня сходить стоп давайте запомним мы ищем доспехи грифон сейчас отдадим задание и пойдем искать доспехи грифона место силы посетили как б и 300 метров влезь а там и этот самый телепорт есть портанем все случае чего вот те и загадка влезь коровой мужику в натуре не повезло просто были оказался не в том время не в то время не в том месте блять это ж надо были пиздануть пизданулась корову с неба блядь и убила блядь в анекдоте будет не придумаешь хули блять каждому свое заберем 320 монеточек и дальше в путь были далеко над было плату и вызвать хотя тут горы одним ли какая нахуй плотва так может тут спрыгнем да и все да погоди в другом месте что нет я мире азнашом другом месте думал чутка поближе так вот тут у нас есть указатель телепорт он же стой 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 надо вниз ножки поломал где директор собрать каменоломни ты здесь чек штаны пафнуть и и что выяснили что с коровой то возвращайтесь к работе никакой это не проклятие и не кара так я самого начала о том же говорю как камень с души свалился в чем дело то было молодой ослиск пролетая над каменолом ней упустил добычу которую не с матери и братьям я сжег их яйца так что больше вы о них не услышите за предусмотрительность хвалю но как и сказал больше вам заплатить не смогу потому как нечем вот вам держите-ка и спасибо мастер нет все по-честному а чё нет договаривались заплатил все какие вопросы значится все прояснилось никакие боги на нас коры не нацелали а был просто дракон но теперь его нет эмильеновой вдове компенсацию заплатим чего вы еще ждете живо живо а мне кажется тут все равно что-то странное творится строители что памятник складывают где они уже три дня как должны были до нас добраться а что-то варда и за так и не появились может их тоже что-то раздавила или сожрала о саранча небось как в зерикании что вы мне тут за бред несете архитектор писал что у них большой транспорт мрамора из метины на бороду пророка так что они опоздают на неделю все хорош болтать за работу позвольте я вас провожу мастер по правде то я соврал чтобы они тут снова не запаниковали но рабочие правда куда-то запропали зайдите ко мне позже я вам объясню подробнее я говорил денег нет так дополнено задание это новое будет ладно забригадируем сейчас побазарим чем там нам еще выдаст ну так как мастер поищите пропавших работников они пропали в каком смысле а в самом простом сгинули вместе с материалом я заказ сделал дюжина телег приехала опять по дороге потерялись там инструменты провизии материалы и прежде всего специалисты включая главного архитектора я писал архитектору чтоб присылал новые планы а мастер мне на это что архитектор мол у нас варда изо вот и выходит что он тоже пропал я понял я посмотрю в чем тут дело о мастер не знаю как вас благодарить только поспешите мы без этих пяти телег просто работу не закончим денег-то сколько блять помочь всем рабочим занятым на постройке памятника и дополнительно зайти на строительную площадку где она блять все что 1500 метров строительная площадка она не рядом лица ну мы на строительной площадке-то были как бы это же чисто каменоломный влезь так ладно сейчас мы куда-нибудь сходим но предлагаю пока забить хуй и искать доспехи грифона отправляемся в замок ману были 300 метров блин сейчас неделю ехать тут все рядом где-то замок ман кран а если мы посмотрим этого как-то портануться побыстрее где он билет не был я в замке то сука и телепорта там нет придется бреха муха придется придется вот так пройти и зацепить три вопросика там еще один между прочим ну хули сделать-то погнали нам спешить некуда времени нас много с каменолом не чуть позже разберемся как бы не страшно а блин чуть и туплю то я я же хотел в город сходить посмотреть что там за доспехи мантикор и вижу что там не то чтобы смотреть что доспехи хотел посмотреть что нужно для доспехов нет откуда ты взялась скелет банш ух ты блять черт охраняло товаре не по-любому же не просто так тиши блять на ебаешь на банши в редко встречается по второй раз вижу нам защиты не хватает вот чего я боюсь влезь сейчас какие-нибудь опять же волкалаки блять будут тут выебываться банки я моя свежая белья давай мужики смерть за смерть робот и ух ты блять ну ладно тут лагерь бандитов как бы похую цепь чё у них тут есть и так мужик дохлый бочка еще бочка пергамент блять какой-то сундук засаленной записки записки чертеж 300 крон медная шкатулка блять дохера всего блять ржавый боёк молотка сапоги что за записка засаленные записки можно прочесть только фрагмент записок брынза лучше не бывает я уже неделю даже собаки на дороге не видел с тех пор как мы добыли тот караван что я с солонину для работников каменоломни ничего 0 пустота хорошо вот тогда поели брюхо набили брюх брюха набили но если так дальше пойдет мы прожрем тут больше запасов чем должны были награбить все так а все-то думают что жизнь разбойник все думают что жизнь разбойника это только винишко девки и гулянки на моему надо было слушать и кончить какую-нибудь школу завтра отправляемся назад в мон кран надо будет поискать новое место а то ребятам наскучил уже лежать в этой хоревке так хоревка так давай глядеть вот сюда пойдем тоже близко сохранюсь пожалуй что-то типа мостков даже какое-то подобие есть топчет топочет брить кабан что поселение турбандиты наверно какие-нибудь на лагерь бандитов силифор там что это будет мягко ссюга попала твой баба жалкое зрелище действительно но у него здоровье лукой близь ранее или не было тут телепорта так кроме кроны дратва близит дратва в первой части заебала просто кроны где сундук туда за что запятнатый пергамент чертеж кроны доспех тусанского рыцаря стрыга дали меч жаку рыжему что вы там еще делаете вашу мать я вас что на экскурсию посылал вчера эти крылатые козлы утащили гейберта прямо со стены когда он собрался отливать после ужина сколько мне еще терять людей из-за твоей бездарности ты кочерыжка капустная вы должны были собрать баллисту по инструкциям которые я тебе предал и перебить этих летучих ящеров если не закончить работу в два дня я тебе набью серый и подкину этим чудовищем на закуску может ты хоть так поможешь решить вопрос без уважения филиберт филиберт ну к чё у нас там есть блять сейчас кончится у нас вес грузоподъемность блять портки портки не разные что ли да квен ирден да какие-нибудь оденем варежки варежки кстати шкуру тоже его шкуру есть хорошая успех туссенского рыцаря опа мечи ничего себе сука у меня уже обычный баклерский стальной меч блять уже лучше чем ведьмачи да дожили блять подожди у меня есть стрыга есть дали где-то у нихуя себе дали это плюс семьдесят пять а это у меня у меня гарпия охереть я долго с гарпией то ходил честно сказать прям вообще долго так афанает еще мощнее на десятку так это стальной да давайте напиалим стальной баклерский стальной меч ух сука какая сабелька блять ладно где у нас следующий вопросик вот вопросик ну на следующий вопросик мы уже побежим господа и дамы в следующей серии хорош на сегодня с вами был малдер всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока пока